Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как понять свое предназначение в этом мире? Какие таланты и способности дал Господь от рождения? Как их раскрыть? Понять, каким делом нужно заниматься по жизни, чтобы быть на своем месте? Спасибо. Предназначение у нас очень простое. Прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошлый год. Для того, чтобы с Господом Богом соединиться всей жизни. Чтобы тело и кровь Его была частью тела и крови нашей. Причащаться Его, Его божественной жизни и достичь спасения. Познать истину и спастись. Вот, собственно, наше предназначение в этом мире. Облагородить свою душу. Воспитать ее. Подготовить ее к настоящей жизни в Царстве Небесном. Сделать ее, обожить ее по своим моральным, нравственным характеристикам. Жить так, чтобы Царство Божие было в тебе здесь и сейчас. Ибо оно внутрь есть. Вот тебе и цель нашей жизни. Вот тебе и наше предназначение. Когда мы говорим о талантах, нам кажется, что речь идет о каких-то способностях или сверхспособностях к искусству. Художество, пение, изобразительное искусство, танцы, музыка. В общем, вот мы, когда говорим о талантах, нам кажется, что таланты должны быть обязательно направлены в развлечение других людей. То, что говорит о красоте земного бытия и нетварного мира. Ну, друзья мои, да, у кого-то может быть талант к врачебной деятельности. У кого-то к юриспруденции. Ну, для этого надо все пробовать. Задолго до поступления в институт ходить в дни открытых дверей в разные университеты. Смотреть на том же ютюбе, в конце концов, что из себя представляет та или иная профессия. Искать, интересоваться, волонтерить, в конце концов. Даже если ты уже получил какое-то специальное образование, не значит, что ты обязан до конца дней своих работать только по профессии. Сейчас же другая эпоха, совершенно иная. Некоторым даже мешает полученное образование, но это тоже некоторый самый обман, потому что образование дает тебе не столько диплом, сколько умение мыслить, умение принимать правильные решения. Мозги твои не дряхлеют. Ты учишься дисциплине, ты учишься методике, познавании любых знаний. А потом, конечно, тебе легче воспринимать любую необходимую в этот год информацию. Потом пробуйте, дерзайте, ищите, не бойтесь ничего. Попытайтесь научиться всему тому, к чему у вас, как вам кажется, появляется желание. Дельта-планеризм – хорошо. Марафонский бег – хорошо. Хочешь там диджействовать – попробуй. Хочешь писать иконы – пойди на курсы. Решил, что ты очень хорошо соображаешь юриспруденции – замечательно. Поступай на юриста, на адвоката, на политолога, на кого угодно. К чему душа лежит, там себя и ищите. Это не значит, что, позрослев, вам будет всё так же нравиться эта профессия, эта деятельность. Поняли, что не ваше. Просто деньги зарабатываешь, но душа не лежит. Попробуй в чем-нибудь другом. Поэтому нету воли Божией о том, чтобы ты был именно вот здесь и реализовывал свои таланты только в этом направлении. Ты должен был быть учителем, а стал врачом. Будешь, значит, плохим учителем. Не было моей воли о том, чтобы ты была учителем. Нет, Бог даёт нам массу возможностей. Делай, что хочешь. Он благословит любой твой выбор, который находится во границах допустимого Евангелия, что не причинит вред твоей душе. Так что дерзайте, ищите и обрящите. Толците и отверзится вам. Ибо всяк просяй находит и ищущему отворяется. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok